Однажды пророк, саляллаху алихи вассалям, вместе со своими сподвижниками, они ощутили, будто где-то неподалеку упала каменная глыба. Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, услышали сильный грохот. Мухаммад алихи вассалям спросил у них. Знаете ли вы, что это за звук? Аллах и его посланник знают лучше. Это камень, который был брошен в ад 70 лет назад. Все эти 70 лет он падал, и только сейчас достиг адского дна. Настолько огромен ад. Жар невыносимый. Невероятная глубина. Украшения обитателей ада. Цепи, стальные цепи. Питье, которое будет в аду, кипяток. Все ощущения останутся теми же. Не думайте, что в аду не нужна еда, что там едят только если захотят что-то съесть. Нет. В аду вы ощутите голод и боль, как никогда ранее. У вас там будет такая жажда, какой вы никогда прежде не чувствовали. А когда проголодаетесь, едой вашей будет закум. Что такое закум? Дерево, которое Аллах Субхану Аталя создал специально для ада. Корнями оно уходит в адское дно. Питается оно нечистотами, потом, кровью и сгоревшей кожей. Дерево закум дает плоды. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, если бы хоть одна капля закума упала на землю, она бы уничтожила все живое на планете. Теперь понимаете? Это будет вашей едой. Такую пищу вы вкусите за неповиновение Аллаху Субхану Аталя. И не просто вкушать без остановки. Вас будут заставлять есть это. Когда вы попросите еды, вам дадут закум и заставят это есть, пока желудок ваш не заполнится. Вы почувствуете невыносимую жажду воды. Воды! Вам дадут обжигающую воду, кипяток адской температуры. Он обожжет ваше лицо, которое сварится. Кожа на лице начнет плавиться, также и внутренние органы, без облегчения, без передышки. Богословы говорят, люди в аду станут кричать. Один день, два дня. Я одет в адское пламя. Мои оковы, мои цепи – адское пламя. Еда моя – закум. Питье, хамим, кипяток. Я во тьме, ничего не видно. Не с кем поговорить. Нет друзей, чтобы пожаловаться. Нет общества. Мое ложе – адское пламя. Ни отдыха, ни комфорта, ни передышки. Люди станут кричать, обращаясь к стражам ада. Аллах, Субхану Аталя, говорит в Куране. В аду 19 стражей, ангелов, которые созданы специально для ада, только для проведения истязаний и пыток. Главный из них – ангел по имени Малик. Главный страж ада. С момента, когда Аллах создал его, он никогда не улыбается. Стражи не могут быть мягкими. Аллах описывает их. Жестокие, грубые, сильные. Не могущие ослушаться Аллаха. И люди начнут вопить, визжать, кричать, умолять о милости этих стражников. Я прошу вас, хотя бы раз в жизни, представьте себя, испытывающим эти пытки. Представьте себя в аду. Может быть, так ваше сердце дрогнет. Может, хоть так вы осознаете, насколько опасно пренебрегать религией. Представьте себя там. Не верьте обещаниям шайтана, что эти опасения надуманы, и этого с вами никогда не будет. Клянусь Аллахом, вы в опасности. У Аллахи мы все в опасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok